Продолжение следует... И любой маленький араб, который еще не ходил в школу и не умеет писать и читать, если ему сказать эти предложения, ну, естественно, с правильным произношением и с правильным ударением, он их, конечно, поймет. Ну, посмеется, потому что они действительно забавные, но вполне поймет. Поэтому мы будем иметь дело с языком, а какими буквами его записать, это дело десятое. Запишем такими буквами, какими нам удобно. В данном случае нам удобно записать русскими буквами. Можно было в латинице записать, но почему бы и не в русский транскрипт. Итак, арабский язык. Задача – переведите предложения. Да, даны предложения и их переводы. И переведите что-нибудь на этот язык, и переведите что-нибудь с этого языка. Ну, понятно, что для того, чтобы перевести на этот язык, надо уметь правильно строить предложение и правильно строить каждое слово в этом предложении. Вот давайте сначала составим, во-первых, словарик, а во-вторых, схему, как устроено предложение. Как устроено предложение в этом языке? Что сначала, что потом? Первое сказуемое, затем подлежащее, затем дополнение. У всех так получилось? Да. Предложение устроено так. Сначала у нас идет глагон, что сделал кто-то там, потом кто это сделал, и потом с кем он произвел это действие. Сказуемое, подлежащее, дополнение. Соответственно, давайте посмотрим, какие слова у нас что значат. Какие слова у нас связаны друг с другом. А то посмотрите, когда нам надо будет переводить, у нас будет слово Ракаса, но у нас не было слова Ракаса. И вот как мы будем его переводить? Как мы будем переводить слово Ракаса? Вы видите, что... Это самый-то слово. Ракаса. Да, у нас есть слово Ракаса. Но это Плесуна. Да, и это Плесуна. Ну, то есть Ракаса, вот это, это будет Плесальс, как бы, ну, точнее Плесат. Плесат. Что значит сам корень? Пляс. Пляс. Да, ну, вот Плесать, Пляска, вот что-то связанное с танцами и Пляской. Соответственно, если это тот, кто пляшет, то, соответственно, Ракаса. А если это глагол, а глагол у нас всегда в прошедшем времени здесь и в совершенном виде. Если это классический арабский, то там нет прошедшего времени, а есть только совершенный вид. И несовершенный, соответственно. Ну, здесь у нас прошедшее время совершенного вид, надо же на русский как-то переводить. То, соответственно, как мы переведем Ракаса? Плясал. Плясал или поплясал, да. Сплясал, может быть. А теперь кто у нас сплясал? Ну, в первом предложении слова Хавака, значит, Пабрил. Да. Значит, можно заметить то, что здесь у нас Халикон, и вот у нас дано такие два слова еще. Кроме этого, Табихан и Табахун. Но, когда мы говорим Табахун, мы имеем в виду повара, а когда Табихан, мы имеем в виду, ну, ну, да, еду. То есть предмет, которым он занимается. Ну, то есть здесь у нас И, поэтому это предмет деятельности. Ну, то есть, значит, это бритва. Значит, это что? Бритва? Нет. Нет. А что? Как посудовник или что-то в этом духе вот. Ну, как называется человеком, который там, и там, и там, и там, и там, и там. Подождите, цирюльник, это как связан цирюльник с бритвами? Я вот просто, ну, сейчас, ну, что побрил? Ну, кто побрил, как бы, не... Вот цирюльник, это тот, кто побрил. Вот так же, как плясун, это тот, кто плясал. А тут у нас не тот, кто, а тот, кого. Смотрите, как устроены слова в этом удивительном языке. Что здесь можно назвать корням? Первый три двух трех. Да ладно. Вот все, что повторяется при повторении значения, это все корень. Ну, наверное, по счету, кроме последних трех. То получается, у кого-то поощрение А для... А вот червящиеся там может быть, как часть корня. Да, да, да. А, ну знаешь, в первом это халак, вот это вот, а во втором ханни, корень, это разуме. Да, на самом деле арабский корень часто описывают как трехсогласный корень. То есть у нас есть халак, халак, и это значит брить. Соответственно, когда мы вставим в это халак какие-то гласные, и, может быть, согласные у нас при этом тоже прочередуются каким-то способом, то тогда из этого у нас получатся какие-то слова. Если мы поставим три раза А, халак, то это будет хабрин. Если мы поставим... Что там у нас было? Халак, у. То это будет тот, кого повредит. Бритый. Если мы удвоим срединный согласный и поставим А сюда, это будет тот, кто бреет. Соответственно, таким образом мы можем брать любой глагол, любой корень и вставлять в него вот по этой схеме. Согласный А, согласный второй А, согласный третий А. Здесь, соответственно, согласный первый А, согласный второй И, согласный третий У. И здесь, соответственно, согласный первый А, согласный второй, согласный второй еще раз. А долгое, согласно третьей, вот такие вот схемы. Соответственно, ракаса, хаеку переводится как бритый сплясал или поплясал. А как переводится хараса, халакум, салибан? Хараса это что? Ну, стараса. Сторожей украинцы, что ли? Да, халакум, это цирюльник. Сторожил, ну а вот это салибан, это тот, кого оправали? Или краденая, да. Ну вот еда бывает, как объект действия. Соответственно, в данном случае это краденая. Да, так что цирюльник, сторожил, краденая. Ну, давайте переведем про этого цирюльника, чтобы он поступил пероломно. Гадарахалакум. Вот у нас есть слово Гадзарун. Ага. У нас есть слово предатель. Это, наверное, тот, кто поступает пероломно. Соответственно, для того, чтобы получить глакон, мы берем корень Гадарах и вставляем везде А. Лах, да, рах. И цирюльник у нас уже есть. Соответственно, это... Так, и могильщик фахалов. Как у нас будет фахать? Фалаха-лахакум. Фалаха, да. У нас есть слово фалахум. Это во втором предназище. Знаете, да, что крестьяне называются филлахумами. Вот это вот этот самый корень. Крестьяне арабских стран, когда их описывают, то их называют филлахумами. Соответственно, вот фалахум, это как раз и есть крестьяне. Так, и кто же у нас будет магильщиком? Лахакун. Кто? Лахакун. Лахакун? Нет, порядка. Да, у нас есть корень л-х-да. И для того, чтобы получить магильщика, по какой схеме мы его получим? Что мы должны туда вставить? А. Значит, здесь мы должны вставить А. Х удвоить. Здесь поставить подолго. И х. Да. Ну, в принципе, еще хорошо было бы заметить, что ум – это окончание подлежащего, а ан – это окончание дополнения. Но это нам понадобилось только в первом задании. Если вам попадется задача с предложением на Олимпиаде, то вот не поленитесь расписать порядок слов. Вот можно нарисовать такую схемку, как я нарисовала, с черточками. Можно написать там подлодок сказ, что-нибудь такое. Можно ввести какие-то обозначения, которые вам будут удобны. Ну, пометить, чтобы вы поняли, что вы имели в виду. Но мы-то разберемся. Главное, чтобы вам самим удобно было. Потому что очень часто бывает, когда фраз не четыре, а, скажем, десять, к десятой фразе человек уже забыл, какой был порядок слов, и рассматривает слова, как если бы они шли в русском порядке. И в итоге у него вместо похищать получается предатель. И он из этого корня начинает что-то там выкручивать. Ну, естественно, получается ошибка. Поэтому не поленитесь, вот если действительно будете на Олимпиаде, обязательно написать схему предложения. Сильно помогает.